Кладбище на улице Суздальская самое большое по числу захоронений и самое старое в Адлерском районе. Сотрудники по ГОСТу работают в любую погоду, но объем настолько велик, что убрать весь мусор и опавшую листву просто не представляется возможным. Подключиться к работе и помочь должны сочинцы привести в порядок могилы своих близких, отметил Анатолий Пахомов. Ведь впереди Пасха и Радоница. И чисто должно быть не только на самом кладбище, но и на прилегающей к нему территории. Вопрос на личном контроле у мэра Сочи. Значит, 11-го мы сюда приедем только на кладбище, а 15-го и прилегающие территории должны быть сделаны. Особое внимание Анатолий Пахомов потребовал уделить могилам ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Например, только здесь, на кладбище по улице Суздальская, таких захоронений 285. Если кто-то откликнется, мы будем благодарны, потому что фронт работы очень большой. Тем более, в преддверии 70-летия Победы у нас очень много могил ветеранов, на которые тоже нужно уделить внимание, прийти, осуществить уборку. Ремонт, конечно же, мы возьмем на себя тех могил, которые требуют. Привести в порядок могилы участников войны в преддверии 70-летия Победы могут все неравнодушные сочинцы, считает мэр. Подключиться к этому важному делу, сохранению памяти, уже готовы волонтеры и студенты. Я думаю, что просто нужно всем сегодня понять одно, что когда мы хороним родных, мы всегда клянемся их помнить. Это и есть память. И те памятные места, могилы, они должны быть всегда просто в идеальном состоянии. Поэтому я уверен в том, что каждый из сочинцев поймет, что за эту неделю перед Пасхой надо привести в порядок именно могилу своих родных. Побывал Анатолий Пахомов и на кладбище Староверов, что в Олимпийском парке. К санитарному состоянию этого захоронения у главы города также немало замечаний. Их мэр потребовал устранить в течение недели, до Пасхи. Праздник православные будут отмечать 12 апреля, а 20 числа – Радоницу. В этот день принято поминать близких и посещать их могилы. Поэтому чисто должно быть на всех кладбищах, которых в городе больше ста.